Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. С вами работает ученый-агроном Пётр Николаевич Ломонос. Сегодня мы поговорим о седиратах. Что такое седираты, какие они бывают, что они дают, и как правильно сеять седираты. Потому что в этих вопросах есть заблуждение у многих наших дашников. И многие кругозоры, понятие о седиратах очень узкое. Во-первых, если наш седираты, это культура, которая запахивается как зеленое удобрение. То есть в зеленом состоянии заделывается почву. Это уже такой способ агротехнический известен очень давно. Вы удивитесь, уже 2000 лет назад человечество уже возделывало седираты и заделывало их почву. Ну, сейчас это все возродилось, и мы считаем, что это как бы веяние нашего времени. На самом деле это очень-очень старое явление. Смотрите, что дают седираты. С помощью седиратов мы улучшаем здоровье почвы, то есть ее фитосанитарное состояние. Мы оздоравливаем почву, помогаем избавиться от определенных видов бактерий и от определенных вредителей. Вот что нам дают седираты. Далее, седираты защищают наши поля, которые убрали мясную культуру, которые остаются у нас как бы пустые. Те же корнеплоды вырвали, значит появляется ветровая эрозия. Появляется ветровая, появляется водная эрозия. Растения, посаженные почвой основной культуры растут. Они защищают почву от ветровой и от эрозии. Ну и добавок, немаловажное значение, что все культуры, которые используются, кажется, седиратов, они как бы уравят почву. У почвы остаются их корни. В любом случае, будь то весенняя заделка, будь то осенняя заделка, то есть они рыхлят почву. Рыхлят почву, значит почва поступает больше воздуха. А больше воздуха поступает почву, значит больше активно развиваются микроорганизмы. Надородие почвы возрастает. Значит, седираты, какие бывают седираты? Сидираты бывают крестоцветные, сидираты бывают бобовые, сидираты бывают злаковые, бывают и других парадков. Что это дает нам? Сидираты. Каждый вид сидиратов имеет, конечно, определенную группу сидиратов, имеет определенные свои плюсы и минусы. Поэтому это необходимо учитывать. Наши огородники традиционно берут то, что есть в магазинах. В магазинах обычно есть горчица, есть редька, есть рапс, есть фацелия, есть люпин. И вот как бы этими культурами наши многие дачники и ограничиваются, считая, что это очень-очень достаточно. На самом деле это заблуждение. Почему заблуждение? Потому что, посмотрите, в природе не существует, если посмотреть ни на лугу, ни в лесу, не существует таких монотипных полей, которые создает человек. Мы что? Засеваем целое поле пшеницей, засаживаем целую градку тоже морковкой, целую градку свеклой. А в природе, посмотрите, любое растение растет в сообществе. Даже берозовая роща или дубовая роща, вот такая вроде чистосортная, как бы вы видели в лесу, посадки. На самом деле под лески масса кустарников. То есть эти кустарники сглаживают неблагоприятное действие больших растений. То, что также на лугу, разнотравье, если на острове, разнотравье, монотипных лугов не бывает. Так вот, если мы на своем участке будем использовать также разнотравье седератов, наше состояние почвы гораздо улучшится и будет гораздо лучше. Потому что, я как уже повторюсь, каждый вид седератов имеет свои плюсы и свои минусы. Какой-то мелкая корневая система, как той фацелии. Она почва здравит, но не глубоко, потому что корни мелкие. Та же горчица или редька, они глубоко рыхлят почву, но после них растения могут заболевать. Капустные растения заболевают киллой, другими болезнями. Так что, если бобовая высевать постоянно год за годом на одном месте, появляется почвовое утомление. И растения вроде бы бобовые накапливают азот, вроде хорошие, а плодородие почвы начинает падать. Поэтому мы будем делать с вами то, что создавать многообразие седератов на огороде. Значит, тут опять заблуждение. Опять какие заблуждения, я вам покажу на опыте, как это делать, для того, чтобы это многообразие росло. Можно, конечно, некоторые подумать так. Вот мою технологию посмотрят и скажут, ну и что там такое? Смешал бы тот ломонос, все эти самые седераты в кучу, перемешал и посеял по полю. На самом деле, так не стоит делать. Это большое заблуждение. Почему? Потому что существует взаимодействие между растениями. Оно называется аллелопатия. И одни культуры могут угнетать другие культуры. И если мы посеем культуры в смешанном виде, просто смесью, у нас какие-то будут угнетаться и не будет хорошего роста. Мы будем сеять седераты последующей технологии. Смотрите, у нас была градка, рост чеснок. Это зимой чеснок мы убрали, для того, чтобы наша почва не пустовала, не зарастала сорняками и не подограла, соответственно, ветровой и водной эрозии. Значит, мы поставим седераты. Я в своем опыте обычно использую три культуры. Гречиху, люпин и горчицу. И вот эти культуры мы будем высевать. Высеваю эту культуру, я где-то через 15 см друг от друга. Ну и вот посмотрите, что в каждый родочек я обязательно ношу сложное минеральное удобрение. Его не надо много, его чуть-чуть. Так называемая стартовая доза. Дали стартовую дозу минерального удобрения. Оно поможет нашим седератам лучше развиваться. А будет больше масса, значит, соответственно, больше органики достанется почве. И высеваем. И рад от родка я седу через 15 см. Клоскорезом делаю бороздочку, высеваю немного удобрения, высеваю седерат, заделываю. Через 15 см следующий. И такая последовательность, смотрите, как в шахматном аппаратке, можно сказать. Посеяли грычиху, посеяли люпин, посеяли горчицу. Почему как бы смеси не переменятся местами? Тоже задают вопрос. Почему в таком аппаратке я сею? Потому что горчица и грычиха сходят быстро, люпин сходит медленно. И вот это пространство для того, а если мы посадим наоборот, эти культуры будут затенять. Они просто-напросто будут затенять тот люпин, он будет сходить очень плохо. А в таком аппаратке они сходят прекрасно. И вот смотрите, если вы засели градку таким составом, как я вам сейчас советую, который вы видите на экране, значит, на следующий год у меня не будет стоять проблем, какие культуры садить на этом градке, какой еще оборот мне подходит на этой градке. Даже если я что-то перепутаю, растения будут развиваться прекрасно. Потому что почва, имея разные культуры, она активизирует различную почвенную микоризу. То есть грыбное питание растений. Оно попадет бобовое на бобовое, попадет на красноцветное, поэтому почва оздоравливается. Эту систему посева, такого траткового посева, советую взять на вооружение. Но не забываем, что седираты сеем густо, ведь нам с них не надо ни плодов, ни семян не надо, ничего. Им надо, нам надо только зеленая масса. А густые посевы седиратов дадут нам тот шанс, что мы избавимся с сорняков. Седираты поднимаются быстро, и сорняки не будут расти на градке. Ну и вот еще один немаловажный вопрос. Опять же, я знаю, у вас возникнут вопросы. Стоит ли вскапывать градку перед посевом седиратом? Делать этого не стоит. Я считаю, это напрасная трата времени и сил. Почему? Посмотрите, как на производственных полях почву взбивают как перину, а потом сеют и сразу прикатывают катком, то есть уплотняют. Поэтому в плотной почве седираты взойдут гораздо-гораздо быстрее. А если взлыхлете, они будут сходить очень долго. Это раз, и вот их почва пересушивается. Ну и еще вот такой вопрос. Опять же, посеяли седираты, и как бы некоторые спрашивают, а надо ли поливать седираты? Ну и если упалете седираты, это, конечно, прекрасно. Но не забываем, что сейчас уже конец июля месяца, ночью становится длиннее, появляются росы. И вот именно эти ночные росы как бы способствуют, что почва, хотя вроде днем и высыхает, но за счет росы она ночью насыщается влагой. Раз насыщается влагой, наши сходы появляются гораздо быстрее. Так что используйте многообразие седиратов на своем участке. И еще вот опять один же вопрос, который вот появился в моем походу, опять мне подсказывают, что надо ли на зиму эти седираты заделывать почву? Конечно, если у вас почва такая глинистая, то лучше эти седираты не заделывать. Почему на глинистых почвах седираты не заделывать? Седираты зимой померзнут, лягут на почву, и весной ваша почва не будет растрыскиваться. Если ваша почва песчаная, тогда эти седираты необходимо заделать в первой половине октябра. Заделать почву, чтобы они обогащали почву органикой. А на глинистых почвах это делать не надо, потому что они будут лесной защищать, что наша почва не трескалась на солнце. И она под этими седиратами, она будет мягкая и рыхлая. Будет раньше пригодна для посевов и посадок разных врачных культур. Так что учтите эти нюансы, сейте седираты, расширайте, ведь седиратов существует более 30 видов. Седираты могут быть даже наши комнатные, не комнатные, цветочные растения, правильные. Цветочные растения такие, как настурция, как бархатцы, как календула, они могут быть седиратами. Седиратами могут быть и овощные культуры, тоже крест-салаты, обычные салаты. Их тоже можно как седираты сеять и заделывать почву. А чем больше будет многообразия седиратов в ногороде, тем более лучше здоровье почвы и высшая урожайность. Чего и вам желаю. Смотрите наш YouTube-канал, подписывайтесь. У нас есть немало интересных тем. До свидания.